Чем отличаются обыкновенные и привилегированные акции и какой тип выбирать долгосрочным инвесторам? Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture и сегодня я подготовила для вас видео с ответом на распространенный вопрос, чем отличаются между собой обычка и префы и, собственно, на чем останавливать свой выбор. Давайте разбираться с самых основ. Я напомню, что покупая акцию, вы покупаете долю в бизнесе. Это не просто строчка в терминале, как многие ошибочно полагают. Нет. Акции – это самое настоящее инвестирование в бизнес, просто мы делаем это через посредника в виде биржи. И, смотрите, акции нам позволяют иметь два варианта дохода. Первое – это доход от роста котировок. Купил по 100, продал по 200 условно. И второй вид дохода – это доход от получения дивидендов, когда компания делится с нами, своими акционерами долей прибыли. Зачем вообще компания выпускает акции? Мотивация финансовая. Потому что компании требуется привлечь деньги либо на развитие компании, развитие бизнеса, либо привлечь деньги просто для получения какого-то потока наличности, который ей необходим в данный момент. И плюс для компании заключается в том, что по акциям эти деньги, условно говоря, не нужно отдавать. Ну, имеется в виду, что нет какого-то конкретного срока, когда ты этот долг должен вернуть. Нет, ты просто берешь себе новых акционеров в компанию. Но минусы в том, что продавая акции, руководство компании может потерять контроль над тем, что в компании происходит. Потому что могут прийти конкуренты, выкупить большой пакет и таким образом оказывать влияние на принятие решений. Ну и второй минус – это, конечно же, необходимость делиться долей своей прибыли с акционерами в виде дивидендов. И компания для того, чтобы как бы соблюсти баланс своих интересов, выпускает два типа акций. Это обыкновенные акции и привилегированные. Таким образом, она может, с одной стороны, привлечь деньги, с другой стороны, сохранить контроль над компанией и в некотором смысле минимизировать обязательства, которые она несет перед акционерами. Итак, давайте разбираться, в чем принципиальная разница между этими двумя типами акций. Обыкновенные акции, они же АО, они же обычка, еще очень часто называются на сленге, дают право голоса на собрании акционеров. Но нужно понимать, что это касается исключительно крупных инвесторов. Чтобы реально участвовать в управлении, нужно владеть большим пакетом акций. Например, если вы владеете более чем двумя процентами акций, то вы можете предлагать кандидатов в совет директоров. Тип обыкновенных акций самый распространенный, особенно на российском рынке. И покупая такие бумаги, нужно понимать, что вы здесь делаете ставку в первую очередь на рост котировок. Во вторую очередь, если повезет, то вы получите также и дивиденды. Но это не основной интерес акционеров обыкновенных. И привилегированные акции, во-первых, их владельцы имеют очень ограниченное право голоса, лишь в некоторых ситуациях, например, когда решается вопрос о реорганизации или ликвидации компаний. Второй момент, у владельцев привилегированных акций, или как их еще называют, префов, есть приоритетные права на имущество акционерного общества в случае, если оно будет ликвидироваться. У привилегированных акций может быть даже прописана ликвидационная стоимость, то есть это конкретная сумма или процент от номинальной стоимости, которую получит акционер в случае, если компания будет ликвидирована. Ну а уже оставшееся имущество по остаточному принципу будет делиться между другими акционерами. При этом, кстати, важный момент заключается в том, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала компании, то есть выпуск префов ограничен. Главный, конечно, момент, который касается префов, это дивидендная история, потому что у владельцев префов здесь возникает преимущество. В уставе компании может быть прописан конкретный размер дивидендов в виде фиксированной суммы, либо в виде также процента от номинальной стоимости акции. Ну а если размер не указан, то тогда владельцы префов получают такие же дивиденды, как и владельцы обыкновенных акций. Ну, то есть, если резюмировать, покупая обыкновенные акции, вы делаете ставку в первую очередь на рост, дальше уже бонусом, если дивиденды будут, но хорошо, приятно. Покупая же привилегированные акции, вы не участвуете в управлении компанией, хотя вам, скорее всего, как инвестору небольшому, розничному, это в любом случае не свечит даже по обычке, но зато, покупая префы, вы получаете преимущество при ликвидации компании и при выплате дивидендов. То есть, префы на самом деле это что-то такое нейтральное, что-то находящееся посередине между облигациями, где у вас есть вот прям понятный фиксированный купон и дата, когда вы деньги, которые вы в долг дали, получите обратно, и, соответственно, между обыкновенными акциями, которые, наоборот, несут намного меньше на себе обязательств перед инвесторами вот с точки зрения дивидендных выплат. Поподробнее поговорим про дивиденды. Дивиденды по обычке, по обыкновенным акциям, как правило, выплачиваются из чистой прибыли, то есть, если компания получает убыток или если компания решает эту чистую прибыль, направить на какие-то более важные для нее цели, например, на развитие, на какие-то инфраструктурные проекты, то дивиденды по обыкновенным бумагам будут не выплачены, и здесь инвесторам не приходится обижаться, потому что они знали, на что рассчитывали. Дивиденды по префам, как правило, нам предлагают более высокую дивидендную доходность, но здесь все будет зависеть конкретно от политики, которая придерживается компании, которая имитирует акции, потому что кто-то, например, вообще выплачивает дивиденды только на привилегированные бумаги, принципиально. У кого-то дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям будут равны, это тоже нормальный вариант. Но надо понимать очень важную вещь, что если нет привилегированных акций, это не значит, что компания не платит дивиденды. Рассмотрим тот же пример Газпрома, у которого только один тип акций, это, в принципе, обычка, но при этом Газпромом какие-никакие дивиденды оно платит и даже вроде как обещает их дальше наращивать. По привилегированным акциям, если складывается такая ситуация, что у компании нет денег на то, чтобы дивиденды по префам выплатить, то тогда они как бы даунгрейдятся, то есть опускаются до уровня обыкновенных акций в этом смысле, и мы получаем право голоса наряду с владельцами обыкновенных бумаг. Теперь подбираемся к самому главному, пожалуй, вопросу. Если по привилегированным акциям мы получаем более стабильные и очень часто более высокие дивиденды, то почему тогда привилегированные акции на рынке стоят очень часто дешевле? Я должна сделать ремарку о том, что это видео относится сейчас к российскому рынку. На зарубежных площадках ситуация может быть другой. Но вот у нас есть такой расклад. Действительно, почему так? Почему префы оцениваются рынком ниже? Тут есть несколько факторов. Но в целом, конечно, это такая исторически сложившаяся данность, с которой мы живем. Во-первых, обыкновенные акции для крупных инвесторов интереснее, чем привилегированные акции, потому что они дают право голоса и они дают возможность оказывать влияние на то, что происходит в компании. Хочешь увеличить контроль над компанией, покупай большой пакет обыкновенных акций. Иногда даже сама компания выкупает акции у владельцев АО непосредственно. Второй момент. Обыкновенные акции более ликвидны. Их объемы торгов очень часто выше, чем по привилегированным акциям. И, соответственно, их можно быстрее и продать в случае необходимости. Вообще, кстати, в свободном обращении часто находится большая доля префов, чем обыкновенных акций. Ну, тоже по понятным причинам. Но, кстати, в составе индекса Московской биржи, вот, например, доля обыкновенных акций Сбербанка почти 13%, а доля привилегированных чуть больше 1%. И третий момент. Вытекающие префы обычно не торгуются на зарубежных площадках и не входят в состав глобальных индексов, что тоже делает их такой вот несколько более нишевой истории. Но в последние годы ситуация начинает меняться, и привилегированные акции по многим бумагам в цене начинают приближаться к цене обыкновенных акций. Почему? Потому что за последние несколько лет на рынок пришло достаточно много инвесторов, которые ориентированы на долгосрочные вложения, это хорошо, и которые заинтересованы в получении понятных и достаточно высоких дивидендов. И им с этой точки зрения действительно интереснее очень часто, я всегда делаю эту ремарку, потому что, конечно, многое зависит от конкретного имитента, но очень часто будут интересны именно привилегированные акции, поэтому сокращается разница в цене, а в некоторых отдельных случаях уже префы даже стоят дороже, чем обыкновенные акции. Что выбирать? Если выбор стоит между покупкой обычки и префов, надо смотреть на каждого конкретного имитента. Здесь нет какого-то рецепта счастья, потому что, допустим, если вы видите, что акции компании достаточно дешевы, по мультипликаторам, по каким-то другим параметрам, по которым вы оцениваете, и вы полагаете, что впереди у компании может быть какое-то событие, какой-то драйвер роста, который может подбросить акции наверх, или, скажем, просто в глобальной ситуации может что-то позитивное произойти, то именно с точки зрения каких-то спекулятивных таких интересов вам может быть выгоднее покупать обыкновенные акции, потому что они могут больше стрельнуть, они могут сильнее реагировать на происходящее из-за большей ликвидности бумаг. Префы могут реагировать более сдержанно. Но если, допустим, у нас есть достаточно большой дисконт, то есть мы с вами сравниваем отношения между ценой обыкновенных акций и привилегированных акций, если это отношение больше хотя бы, чем 1,15, то при таком раскладе покупка префов для долгосрочного инвестора все-таки будет такой более понятной, прогнозируемой доходной историей вот именно на длинном горизонте. Это происходит из-за того, что дивдоходность будет выше, скорее всего, и если вы эти дивиденды будете реинвестировать, то, соответственно, будете в большем профите. Предлагаю обсудить дивидендную политику по нескольким наиболее популярным эмитентам, у которых торгуются как обыкновенные, так и привилегированные акции на московской бирже. Всего таких компаний немного, несколько десятков. Ну, конечно, самый яркий представитель – это Сбербанк. Он в этом смысле не самый типичный, потому что Сбербанк стремится выплачивать по 50% чистой прибыли по МСФО, если сохраняется уровень достаточности капитала в 1,25. И при этом дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям будут равны. Сбербанк выплачивает дивиденды один раз в год. И вот на данный момент по Сберу отношение обыкновенных к привилегированным акциям составляет 1,09. И мы видим, что вот этот дисконт сокращается в цене последние годы. То есть, префы догоняют обычку. В текущей ситуации Сбербанк 17 марта порекомендовал утвердить дивиденды в размере 18,70 рублей на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию равны дивиденды. Но это пока только рекомендация, она находится под большим вопросом. Сбербанк вполне может порезать или вообще отменить дивиденды с учетом кризиса. Но если отталкиваться от этих цифр, то получается, что у нас отсечка 14 октября 2020 года. До этой даты нужно купить бумаги, чтобы получить, соответственно, дивиденды. И у нас стоит с вами одна обыкновенная акция 217 рублей примерно. Одна привилегированная акция стоит 198 рублей. И с учетом того, что дивиденд равный, у нас получается дивдоходность по обычке примерно 8,5%, а по префам доходность почти 9,5%. И вот именно на длинном горизонте это, конечно, может быть такой значимой историей. Еще одна компания, про которую хочу поговорить, это Сургутнефтегаз. Тут тоже свой особый кейс. У нас вообще такие достаточно самобытные эмитенты на российском рынке. У Сургута по обыкновенным акциям нет четко прописанного регламента размера дивидендов. По привилегированным акциям размер дивидендов определяется как 10% от прибыли по российским стандартам отчетности, поделенных на 25% всех акций компании. В случае убытков владелец префов может рассчитывать на 60 копеек на одну акцию. Сургутнефтегаз также выплачивает дивиденды один раз в год. Отношение, кстати, обычки к префам вот здесь достаточно высокое. 1,18. Обыкновенная акция стоит у нас 40 рублей 70 копеек. А привилегированная акция стоит 34 рубля 30 копеек. И вот сейчас у нас в 2019 году ситуация такая. Компания заплатит держателям привилегированных акций 97 копеек на одну бумагу. Но годом ранее выплаты составляли 7 рублей 60 копеек. 62 копейки. То есть вот здесь очень сильно скачет политика по префам. Сейчас кризис и Сургутнефтегаз по префам платит низкий дивиденд. Но он все равно будет выше, чем дивиденд по обыкновенным акциям. Потому что там компания предлагает только 65 копеек на одну обыкновенную акцию по префам. 97 копеек. Хотя это намного ниже, чем по префам платилось в предыдущие годы. И по Сургуту получается, что вот у нас 16 июля отсечка. И по обыкновенным акциям дивдоходность в процентах получается 1,6 текущая. А по префам получается 2,8. Ну, разница тоже существенная. Еще один интересный дивидендный кейс это, конечно, компания Татнефть. Ну, смотрите, по дивполитике Татнефть направляет на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ. В зависимости от того, что больше, по каким стандартам отчетности. Как правило, выплачивается равный дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям. Но не в этом году. То есть по обыкновенным акциям выплачивается по рекомендации Совета директоров. И, как правило, они стараются поддерживать равный дивиденд. У Совета директоров здесь может быть абсолютно любая своя мотивация для этого. По привилегированным же акциям есть прописанный минимальный размер дивидендов, который установлен дивполитикой компании. Это 1 рубль. Соответствует номинальной стоимости акции. Татнефть выплачивает дивиденды 3 раза в год. И вот сейчас, как раз-таки, в связи с кризисом, Татнефть существенно сократила дивидендные выплаты, финальные выплаты за 2019 год. То есть она уже выплатила в этом году в виде промежуточных дивидендов почти 150 миллиардов рублей. Это 78% от прибыли компании, которая была показана в 2019 году. Это щедро. Это больше, чем, в принципе, компания должна делать. Компания делала это, потому что она поддерживала рост котировок компаний именно за счет выплаты щедрых дивидендов. Но в условиях кризиса от финальных дивидендов за 2019 год компания фактически отказалась. То есть по обыкновенным акциям не будет выплачено ничего. Это финальный дивиденд, да, последний. А по привилегированным акциям выплатят в соответствии с тем, что прописано в уставе. То есть вот этот символический 1 рубль на каждую акцию. Вот так бывает. И это тоже абсолютно нормально. При этом вроде как менеджмент говорит, что планирует представить предложение по выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие 2020 года в соответствии с дивидендной политикой. И возможно там мы и увидим какие-то нормальные неплохие дивиденды. Но все равно получается, что вот у нас пот от нефти обыкновенные акции стоят 586 рублей, а привилегированные стоят 575 рублей. То есть вот здесь прямо мы видим, что PREF уже вплотную подошли по цене к обычке. Соотношение АОКП равно 1,02. Это очень мало. Вот они уже практически сравнялись, потому что это от нефть PREF, это известная российская такая вот щедрая дивидендная бумага. Ну и последний кейс тоже на мой взгляд очень интересный. Это ситуация с акциями Ленэнерго. Что мы здесь имеем? В уставе компании прописана норма направлять на выплату по привилегированным акциям 10% от чистой прибыли по российским стандартам отчетности. Единственное условие для этого наличие чистой прибыли по итогам финансового периода. Расчет производится до вычетов на инвест-программу, покрытия ранее понесенных убытков и отчисления в различные фонды. Но при этом доля PREF очень маленькая. Всего 1% от общего количества акций. По обыкновенным акциям, как правило, Ленэнерго выплачивает намного меньший дивиденд. Вот прям намного. И при этом для него есть еще огромное количество условий. И мы с вами и видим, что одна обыкновенная акция Ленэнерго стоит 6 рублей 20 копеек и платит дивиденд 0.09.47. Дивдоходность получается примерно 1,5% текущая. А по привилегированным акциям у нас и цена выше. Акция стоит почти 169 рублей. Но по ней дивиденд платится 13 рублей 62 копейки. И дивдоходность здесь получается 8. То есть 1,5% по обычке против 8% по PREF. И так тоже бывает. Ну, понятно, что про все компании рассказать не могу. Получится очень долго, да и не нужно, потому что вы сами можете эту информацию покопать. Но я надеюсь, что общую логику я до вас донесла. И, возможно, теперь будет немножечко попроще принимать решение. И, собственно, понимать вообще, что происходит и почему какие-то акции стоят какие-то определенные деньги и дают определенную дивдоходность. Какие у вас дивидендные фавориты на российском рынке? Какие привилегированные акции вам нравятся? Какие, может быть, вы считаете, наоборот, обыкновенные акции по конкретным эмитентам могут быть интереснее для инвестиций, чем привилегированные, даже несмотря на разницу в дивидендах? Расскажите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я все внимательно читаю и буду рада с вами этот вопрос обсудить. Если было интересно, лайк, подписка, колокольчик и спасибо, что поддерживаете нас и смотрите видео до конца. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. До новых встреч!